Приветствую вас всех, меня зовут дядя Митя и я сейчас нахожусь в лесу. У нас наконец-то наступило лето. На самом деле еще весна идет, но такое чувство, будто лето. И я выехал испытывать тест-драйв своего электросамоката KUGA S2. Для этого я выехал на 9-й километр у нас в городе Воронеже. Здесь я уже замерил, сколько один круг 4 километра. В итоге я так думаю, что мне хватит кругов где-то 5, я на нем проеду. Но это все увидите дальше, да? Вон он сзади меня стоит. И я хочу похвалиться. Порадовались за меня. Я ездил на работу на своем электросамокате, блин. И я-то сюда присделал еще много чего интересного. Смотрите, самое главное изменение, то, что произошло в этом как бы самокате, да? Смотрите, я сделал вот такую вот коробочку. А в ней, вы знаете, что находится? Дополнительный аккумулятор. В итоге мне теперь хватает где-то километров на 40, на 30. Я еще точно не замерял. Вот для этого я и выехал сюда, чтобы проехать по идеальному ровному асфальту. Прокатиться. Почувствовать кайф, как он ездит. Но меня пока все устраивает. Так что я сейчас начинаю испытывать свой электросамокат. Единственное, вот я почему-то взял и не показал вам, как я это все устанавливал. Но пока здесь еще стоит так как бы на авось. Я все-таки тестирую, можно ли это испытывать. В итоге можно вернуться еще на основную схему питания, да? Я ничего не отрезал. Там все сделано четко, короче, все классно. Короче, вот, что могу сказать. Смотрите. Здесь есть два переключателя. Один. Одна батарея, другая. Другой. Другая батарея, да? Как бы можно использовать сразу две одновременно. Но я попытался. Все-таки это ерунда. Лучше использовать их по отдельности. Потому что одна батарея начинает расходовать другую батарею, да? И в итоге ты не едешь, а как бы расходуешь батарею, и все. Зачем это надо? Так вот. Я все-таки для чего сюда выехал? Надо испытать. Надо испытать, насколько. У всех есть вопрос, да? Насколько хватает одной батареи километров? И у меня возникает такой вопрос. И надо все-таки испытать максимальную скорость, да? Я сейчас настрою камеру так, чтобы вы видели, какая максимальная скорость. Во-первых, меня это очень интересует. Потому что я сейчас разгонялся до 35 километров в час. Но я думаю, что он на полном заряде аккумулятора поедет и больше. Так что все. Давайте начинаем тестировать. И в конце я подведу итоги. И расскажу, как вообще, насколько и какая максимальная скорость. Так что не забывайте там кое-что сделать. Подписаться на меня и все остальное. Так что все. Ставим лайки. Давайте тестировать. А чтобы наш тест произошел нормально, да? И без всяких институтов, там травм. Для этого я купил на Алиэкспресс вот такой вот, да? Сейчас покажу. Вот такой вот шлем, да? Как бы он сделан с пенопласта, но вполне нормально. Что еще нам-то? Опачки. Все. Теперь моя голова под защитой. Если я упаду, головой не ударить. Тоже нормально. А еще, так как скорость будет большая, я думаю, все-таки километров 37, ну под 40, я взял еще такие вот очки. Они прозрачные. На земле лежали. Они прозрачные, да? Защищаю чисто от ветра, от мушек, потому что я уже ехал, я одну мушку чуть бы не проглотил, блин. Это вообще жесть, конечно. Ну все, давайте. Тест все-таки должен начаться. Нечего его откладывать. Давайте, все, поехали. Помчали. Субтитры сделал DimaTorzok Мой забег на самокате закончился. Проехал я, не поверите сколько, 20 километров, блин. Максимальная скорость была у меня где-то 35-37, но 37 это с горочки, 35 он шел просто по ровной дороге. В итоге 35 километров в час, по ровной можно ехать, с горочки 37, потом оно почему-то ограничивается, больше он уже не разгоняется. Но пробег 20 километров, я считаю, это вполне-вполне прилично на таком дешевом самокате Kuga S2. Надеюсь, то, что видео было познавательным, и я помог определиться вам с выбором электросамоката. Так, ну извините, то, что я не выложил видео, где я ставлю второй дополнительный аккумулятор. Он вполне себя показывает уже нормально. И на нем тоже можно проехать в районе 20 километров. Стоит он где-то в районе 4,5 тысячи. Конечно, дороговато, но ничего страшного как бы. Зато оно того стоит. Переделка моя вполне меня устраивает. Не забывайте подписаться на меня, поставить лайки. Чем больше лайков вы знаете сами, тем больше будет меня смотреть. А если будут меня больше смотреть, тем больше я буду выкладывать очень умных, познавательных и интересных видео. Все, всем удачи и пока!